Доброе утро любителям хорошего кино! Сегодня день торжественного открытия 4-го Якутского международного кинофестиваля и форума всероссийского оригинального кино. По уже сложившейся традиции перед Саха-театром в 6 вечера продефилируют в красивых нарядах те, кто делает кино не только в Якутии, в России, но и в 12 странах мира. Подготовка к торжеству идет полным входом. Работники Саха-театра, пока заняты установкой красной дорожки, режиссер-постановщик мероприятия Михаил Степанов вовсю репетирует на сцене. Михаил в 2014 году уже был режиссером открытия фестиваля, поэтому в этот раз он хочет сделать мероприятие незабываемым. Это очень важное событие в моей жизни и очень приятно, что доверяют такие мероприятия. И думаю, что все пройдет на хорошем уровне. Какие в этом году будут на открытии интересные номера, может быть, задумки ваши режиссерские? Ну, мы открытия на самом деле по хронометражу нас ограничивают, поэтому мы делаем в начале в прологии танцевальную пластическую композицию. Ну, там есть кое-какая мысль, но я пока не буду раскрывать это. В прологии мы от истории Якутии идем к развитию, к современности, развитию кинематографии. Сколько людей у вас задействовало на самой постановке? Ну, в основном мы будем использовать технические моменты. И это и экраны, и световое оборудование, и какие-то спецэффекты. И в нашей композиции участвуют хамусистки, есть танцевальный коллектив. На главный приз кинофестиваля «Золотые снежные очки» будут претендовать 9 игровых и 7 документальных фильмов. А Якутия будет представлять дебютные работы режиссеров Костаса Марсана. Это фильм «Мой убийца», известный нашим зрителям под названием «Мой убийца». И Петра Бурцева «Феру», который выходит в прокат в республике с 8 сентября этого года. А в конкурсе документального кинофильм известного предпринимателя Егора Макарова «24 снега». Обладатель приза зрительских симпатий 38-го московского кинофестиваля. Эта картина достойна сегодня открывать кинофестиваль в театре. И вторая работа в документальном кино – это фильм национальной вещательной компании «Саха». Режиссеров Галины Раевской и Евдокии Избековой «Хозяйка чума». Но я хочу вас еще познакомить с другой хозяйкой большого дома под названием «Документальное кино». Очень приятно, что именно это направление фестивалей доверили президенту ассоциации кинокритиков Казахстана Кульнаре Абикеевой. Появление документального кино, вот этой секции документального кино в программе Якутского фестиваля – это показатель качества фестиваля. Сегодня ни один уважающий фестиваль не может не показать документальное кино, потому что кино в целом развивается в такой вэкшен, немножко фэнтези, то есть это уход от реальности. Документальное кино – это зафиксировано реальностью. Более того, это очень важно для этой территории, потому что, как я успела вот так вот буквально просмотреть программку, документальные фильмы – это фильмы региона, которые рядом, которые схожи. Это движение на север, это движение в сторону Центральной Азии. То есть это как бы, ну что бы я назвала, мы соседи. То есть это очень важно понимание как бы себя на карте мира. То есть документальное кино – это, кроме всего прочего, позиционирование вот как бы себя на карте мира. Любой вот некий подъем национального кино, он сопровождается и должен сопровождаться подъемом вот этого фестивального движения. И здесь это происходит параллельно, и это здорово, это правильно. Вместе с Гульнарой Абекиевой приехал из Казахстана молодой киновед, кинокритик, исполнитель главной роли фильма, участника конкурса игрового кино «Чума в ауле Каратас» Абек Кудабаев. Вообще-то я ваш новый Аким. У нас уже есть Аким? Наш фильм «Чума в ауле Каратас» снят в рамках движения партизанского кино. Партизанское кино – это новое независимое движение кинотургистов в Казахстане, которое фокусируется, наверное, можно сказать, на социальном кино. На кино, которое исследует именно социальную проблематику, исследует те проблемы, которые сопряжены с общественными процессами. И это такое, можно сказать, радикальное кино нового движения, может быть, вообще кинематургического в мире. По крайней мере, мы так стараемся себя относить. А наш фильм, это вообще по жанру, это сюрреалистическая драма. Автор сценария – режиссер Адильхан Ержанов. Это вот новый, молодой кинорежиссер, уже достаточно опытный, который сейчас работает в Казахстане. Уже известный, можно сказать, сценарист, режиссер нашей страны. Он представляет, довольно часто представляет наше кино за рубежом, на международных кинофестивалях. И вот, это его фильм. До встречи на кинофестивале сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова